Закон не делает исключения одинаково суров для всех, кто садится за руль, не имея права управления. Знал ли об этом подсудимый 27-летний житель Кобрина? Безусловно, ведь в его биографии имеется неоднократное привлечение к административной ответственности по этой причине. Согласно материалам дела 3 сентября, мужчина в очередной раз нарушил закон, сев за руль автомобиля, не имея права управления, и двигался по улице Волгоградской в городе Бресте, где и был остановлен инспектором ГАИ. С начала текущего года на территории Брестской области по вине лиц, не имеющих права управления, зарегистрировано 49 дорожных аварий, в которых 8 человек погибли и 50 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что также с начала года сотрудниками госавтоинспекции к ответственности привлечены около 7 тысяч таких водителей. Только на территории города Бреста привлечено к ответственности около 1700 водителей, которые сели за руль транспортного средства, не имея права управления. На выездное заседание суда в ГАИ пригласили курсантов автошколы. Для них это наглядный пример того, что за нарушением неотвратимо следует наказание. Я думаю, все присутствующие точно сделают правильные выводы. Это, в принципе, отличная возможность, так как мы сейчас еще только обучаемся, в процессе получения прав, узнать, к чему мы будем привести неосторожество на дороге, нарушение правил дорожного движения. По решению суда в отношении обвиняемого вынесен приговор и назначено наказание в виде ареста сроком на один месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. В случае, если лицо управляет транспортным средством, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде от 5 до 20 базовых личин. В случае, если лицо садится за руль, не имея права управления, повторно в течение года предусмотрена административная ответственность от 20 до 50 базовых личин. Но в случае, если третий раз лицо управляет транспортным средством, не имея права управления, предусмотрена уже уголовная ответственность. Я первый раз присутствую на таком мероприятии и достаточно неожиданно понимать, что есть люди, которые садятся за руль и не понимают последствий, просто садятся. Было очень познавательно и вынесение приговора было достаточно правильным, я считаю, что каждый человек должен нести ответственность за свои действия. Нужно понимать, что ты делаешь, понимать, что за каждое твое действие будет потом какое-то последствие. Если срок действия водительского удостоверения истёк, если человек лишён права управления транспортным средством или ограничен в этом праве, значит садиться за руль нельзя. Это непреложное правило, из которого нет исключений. А ирония заключается в том, что суммы штрафов, уплаченных подсудимым за неоднократную халатность, с лихвой хватило бы на обучение в автошколе. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ».